Сегодня в программе. Ландшафтный дизайн приусадебного участка. Как создать уютную атмосферу возле дома и какие цветы выбирать для оформления участка. Все лето благоухают розы. Затем все сменяется геранью, хризантемы. Поэтому практически все теплое время, насколько позволяет погода, у нас под окнами такой благоухающий сад. Самая маленькая комната в доме – ванная. Даже в ней можно создать неповторимый стиль. А также мастер-класс по укладке кафельной плитки. Когда происходит демонтаж старой плитки, нужно учесть, посмотреть, какое состояние штукатурки. Если она отваливается, то желательно ее тоже сдирать до железобетонной плиты, до кирпича, до основания. Дом не может быть по-настоящему уютным, если вас там кто-нибудь не ждет. Любимые питомцы семьи доктора Степанова. Так ни один человек не радуется тебе, ни один родственник так не приходит и не выражает столько радости и счастья. Своими руками и уютно, и полезно. Рукодельница из мяса делится всеми секретами рукоделия. Если бы моя работа была связана с рукодельником, с вот этим творчеством, я бы вообще с удовольствием бегала на работу. А также советы от ветеринара на радость вашим питомцам. Что такое уютный дом? Для кого-то это многоэтажный особняк с еброремонтом, а кто-то восхищается маленькой квартиркой, где все сделано своими руками. Каждая хозяйка стремится создать неповторимый уют там, где живет семья. И на помощь ей приходит множество вариантов. Это и дизайн пространства, и домашний декстиль в виде штор и подушек на диване, симметрично расставленные светильники и рамки с фотографиями. Журналы по интерьеру советуют, как правильно обустроить дом. Телевизионные передачи учат дизайнерским хитростям. Но самым оригинальным вариантом всегда будет тот, который воплощен из вашей мечты, может быть даже детской фантазией и обязательно раскрывает ваш внутренний мир. Потому что каждый дом – это отражение его хозяина. Я хотела бы рассказать о том, как мы зонировали наш участок. Когда мы задались целью, как же нам разбить наш участок, мы сходили из главного, из того, чтобы радовался глаз, чтобы отдыхала душа, чтобы вдыхать приятные ароматы цветов. Поэтому на первый план мы старались посадить цветы. Цветы выбирали долгоцветущие. В летнее время это были петунии, сейчас это у нас хризантемы. Вот этот участок у нас появился в этом году. Здесь мы посадили хвойники, которые впоследствии, думаем, разрастутся и своей необычной формой будут тоже привлекать внимание. И рядом с ними соседствуют цинерарии. То есть своим цветом, таким вот серебристым, нежно-серебристым, они прекрасно оттеняют зеленый цвет хвойников. Ну, а уже на задний план мы убрали все, что должно быть на огороде. На своем участке мы подбирали цветы так, чтобы цветение у нас было под окнами дома с ранней весны до холодных дней осени. Вначале у нас цветут здесь пионы. То есть огромные большие кусты пионов. Насыщенно розовые, светло-розовые, белые пионы. Затем распускаются ирисы. Затем распускаются клематисы. Петунии. Очень много здесь петунии весной, потому что мы их высаживаем рано на рассаду, и цветут они у нас уже в мае. Все лето благоухают розы. Затем все сменяется геранью, хризантемы. Поэтому практически все теплое время, насколько позволяет погода, у нас под окнами такой благоухающий сад. Ну и, конечно же, среди такой красоты нам с мужем захотелось сделать маленький бассейн, маленький водоемчик, чтобы бежал ручеек, чтобы в этом прудике жили рыбки. И все это тоже оказалось достаточно постельно, все это сделано своими руками. Поэтому я думаю, что те люди, кто захочет это сделать, кто желает заняться, я думаю, что у них все получится. Главное – начать делать. Маленькие квартиры или квартиры студии сейчас уже не редкость. И можно найти множество полезных советов, как обустроить ее со вкусом, чтобы все предметы гармонировали друг с другом и создавали стильное пространство. Единственная особенность дизайна маленьких квартир – здесь придется заранее предусмотреть все зоны. И вот несколько полезных советов, чтобы ваша маленькая площадь выглядела большой, стильной и удобной для жизни. Наполните квартиру светлыми оттенками, которые способны расширять пространство. Особенно это важно учесть при оформлении низких потолков. Они должны быть на тон светлее стен. Если в вашем доме есть смежные пространства, выполните их в едином стиле, чтобы создавалось ощущение визуального соединения комнат. Установите больше освещения, чтобы в вашей комнате не было темных углов, которые скрадывают общую площадь помещения. Откажитесь от межкомнатных дверей. В крайнем случае устанавливайте раздвижные, тогда свет из соседних комнат будет также зрительно расширять пространство. Уделите большое внимание зонированию. Используйте предметы мебели, легкие ширмы, барные стойки или стеклянные перегородки. Для небольших квартир идеальный стиль интерьера – минимализм, хай-тек и модерн. Поэтому подбирайте минимум мебели, которая при этом многофункциональна. Например, диван разбирается в кровать, под ним большое место для хранения, а столик складывается и задвигается за шкаф или под кровать. Откажитесь от массивных тяжелых штор, которые делают помещение более темным и тесным. Отдайте предпочтение римским или рулонным шторам. Если ваша квартира очень маленькая, используйте подиумы. Они не только зрительно разделяют помещение, но и создают дополнительные места для хранения бытовых предметов. Ну и еще один эффектный способ увеличить площадь квартиры – фото обои. Используйте картинки с перспективой, тянущимися пейзажами или тем, что может обмануть взгляд. Причем неважно, на всю стену вы их наклеите или только на какую-то зону. Применение вот таких некитрых советов помогут вам изменить пространство своей квартиры. И тогда заветные 30 квадратов превратятся минимум в 50. Самая маленькая комната в доме – ванная. Даже в ней можно создать неповторимый стиль, а также мастер-класс по укладке кафельной плитки. Когда происходит демонтаж старой плитки, нужно учесть, посмотреть, какое состояние штукатурки. Если она отваливается, то желательно ее тоже сдирать до железобетонной плиты, до кирпича, до основания. Дом не может быть по-настоящему уютным, если вас там кто-нибудь не ждет. Любимые питомцы семьи доктора Степанова. Так ни один человек не радуется тебе, ни один родственник так не приходит и не выражает столько радости и счастья. Своими руками и уютно, и полезно. Рукодельница из мяса делится всеми секретами рукоделия. Если бы моя работа была связана с рукоделием, с вот этим творчеством, я бы вообще с творчеством бегала на работу. А также советы от ветеринара на радость вашим питомцам. Ванная комната Классический стиль Спокойные постельные тона, белая сантехника, элементы из дерева, гранита и мрамора. Восточный Обязательный атрибут – плитка в мелкую клетку, восточные орнаменты и ароматические свечи. Хай-тек Строгие геометрические формы, обилие стекла, металла и непременно выставление на всеобщее обозрение сантехнической коммуникацией. Стиль ретро – это ванны в антикладном стиле, домашний текстиль, плетеные корзины и элементы из дерева или мрамора. Но первое, что бросается в глаза, когда заходишь в любую ванную комнату – это, конечно же, стены и их оформление. И несмотря на то, что современные дизайнеры рекомендуют покраску стен в ванных комнатах, большинство из нас продолжает прилежно клеить ровные ряды керамической плитки, которая уже много лет остается самым надежным и долговечным отделочным материалом для ванной. Керамическая плитка – наиболее надежная отделка для ванной комнаты. Она долговечна и многофункциональна, так как способна имитировать самые разные природные материалы – дерево, металл, ткань, зеркальную поверхность, кожу, природный камень и многое другое. Сегодня в технике укладки кафеля нет ничего сложного. Специалисты утверждают, что если знать несколько важных моментов, то уложить плитку в ванной можно и самому. Нужно начинать с подготовки стен и основания, в первую очередь. Стены должны быть выровнены, штукатурены, если штукатурка до этого не производилась, но, как следствие, приведены в готовность. Дальше наносятся грунтовочные слои и производится укладка кафеля. При необходимости делаются короба, вертикальные, горизонтальные, в данном случае мы сделали вертикальные короба, для того, чтобы скрыть коммуникации. Прежде чем наклеивать кафельную плитку, необходимо поставить метки по рядам, просчитать необходимое количество плиток и купить специальный, благоустойчивый клей, который будет обладать противогрибковым свойством. А дальше дело техники и аккуратности. Стоп, наказанную стену. А на стену зачем? Стену, чтобы хорошо приклеилась плитка, чтобы в дальнейшем не отвалилась плитка. Какие есть секреты, чтобы плитку ловно положить? Секрет в том, что стены нужно хорошо заштукатурить, чтобы они были ровные. Излишки клея убираются. Излишки клея. Уровень мы определяем вертикаль. Установим уровень. Смотрим. Поленько вверху отдалкиваем. Раскрыта необходимо. После укладки ряда необходимо вставить между плитками специальные крестики. Они предназначены, чтобы обеспечить идеальные и ровные швы между плиткой. Сейчас в интернете можно найти много советов, как сделать ремонт в ванной комнате своими руками. Главное, не забывайте, что ремонт – это не только создание нового, но и правильное избавление от старого. Я хотел бы предостеречь, когда происходит демонтаж старой плитки, нужно учесть, посмотреть, какое состояние штукатурки. Если она отваливается, то желательно ее тоже сдирать до железобетонной плиты, до кирпича, до основания. Потом также выставлять маячки и заново штукатурить. Когда заштукатурены ровно стены, то и плитка выкладывается идеально ровно. А если не наносить штукатурку по маячкам, то стены кривые и, соответственно, углы могут не совпадать 90 градусов. Согласно исследованиям психологов, интерьер окружающей обстановки играет большую роль для нашего настроения. Поэтому интерьер в ванной комнате очень важен, ведь именно там мы начинаем новый день и готовимся ко сну. Дом не может быть по-настоящему уютным, если вас там кто-нибудь не ждет. Любимые питомцы семьи доктора Степанова. Так ни один человек не радуется тебе, ни один родственник так не приходит и не выражает столько радости еще. Своими руками и уютно, и полезно. Рукодельница из мяса делится всеми секретами рукоделия. Если бы моя работа была связана с рукодельным, с творчеством, я бы вообще с творчеством бегала на работу. А также совет от ветеринаров на радость вашим питомцам. Клумбы с цветами, вышитые бисером, выдуманные персонажи, необычный декор. Такие домики-грелки на чайник создают уют в семье Антоновых. Каждая из них связана руками хозяйки дома, Светланы. Когда-то они были популярны еще в далекие бабушкины времена, когда чаепитие было приятной церемонии. Очарованная давно забытой идеей, Светлана стала пробовать вязать грелки по своим эскизам. За основу и был взят сказочный домик. Сегодня эти изделия представляют собой настоящее произведение искусства. Каждый из них индивидуален, двух похожих нет и не может быть, утверждает Светлана. Ведь во время работы тема будущего домика рождается спонтанно. Вот грелочки, допустим, здесь вот я заморочек, лучик с замочком. Здесь вот я чувствую, что мне нужна птичка в клеточке, другая как бы фурнитура, еще что-то. Не знаю, это творческий процесс, он меня вообще полностью захватывает. На создание таких милых безделушек Светлану сподвигли, увиденные несколько лет назад в сети интернет, работы мастера Анюткиной уютки, где одной из работ была такая грелка. С тех пор чайники от Антонова разлетелись по домам друзей, коллег и стали известны далеко за пределами родного города. Вязание вообще кропотливое занятие такое, но мне это очень нравится. Я готова сидеть и дни, и ночи напролет, когда я вяжу, когда я вообще занимаюсь ручной работой, рукоделием. У меня всегда очень хорошее настроение, я думаю, ну как бы только о хорошем, не знаю, готова и дни, и ночи сидеть. И мне кажется, что если бы моя работа была связана с рукоделием, с вот этим творчеством, я бы вообще с удовольствием бегала на работу. Один из таких домиков сегодня живет в офисе, где работает дочь Светланы. Совсем недавно Катя принесла чудо-домик на работу, и вместе с ним в рабочий кабинет пришли тепло и уют дома, который восхищает всех коллег. Такой чайник дарит нам очень много тепла и радости, особенно в такую дождливую погоду и холодную, как сейчас. Он нас согревает своим теплом, своей красотой, и это очень приятно. На нашей кухне стало больше ярких красок в нашем офисе, и теперь мы можем не бояться осенней хандры. Я очень рада, что моя мама занимается таким видом творчества, и с радостью к ней присоединяюсь. Это дает массу положительных эмоций, позитива. Вязаные изделия Светланы сегодня сохраняют тепло душистого чая даже к северной столице России, Санкт-Петербурге. А в уютной квартирке семьи Антоновых почти каждый вечер создается очередной вязаный шедевр. Без чего настоящий дом не может быть по-настоящему уютным? Конечно же, без чего-то живого, без тех, кто по вечерам встречает нас с работы и радуется нам, в каком бы настроении мы ни находились. Сегодня мы в гостях у ведущего программы о здоровье Олега Степанова. Но хозяина дома нет, и поэтому со своими питомцами нас будет знакомить его супруга Олеся. Олеся, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, знакомьте нас. Что это за порода? Почему их так много? Эта порода называется Норвич-терьеры. Это английская порода, и это все родственники. Ну, так получилось, что мы начали, занялись их разведением, именно этой породы у нас в Челябинске. А чем она вас так привлекла? Ой, вы знаете, давно уже, лет 10 назад, я узнала о существовании этой породы, прочитала описание и подумала, вот эта собака для меня. Я начала искать эту породу, и в стране у нас их не было, ну, практически единицы. Я начала ждать, ну, когда же, когда же у нас появятся щенки, когда я смогу купить. В общем, я ждала 5 лет, пока вот я не нашла первую собаку, вот это у нас Мура, да, самая старшая, самая первая наша собака. И когда я ее привезла в дом, у нас были еще собаки, познакомили, и, в общем-то, я поняла буквально за первый день, что вот я не ошиблась. Что вот по характеру, ну, и по внешности, это моя порода, она мне очень нравится. Ну, какой у них характер? Ой, ну, всякий же кулицевое болото хвалит, да, характер золотой. Чем они мне нравятся? Во-первых, они маленькие, компактные, да, их можно, не проблема, везде взять с собой. Во-вторых, хотя они и маленькие, но они настоящие собаки. Они настоящие собаки, они не инвалиды, они не боятся, они требуют совершенно полноценного ухода, такого же, как и обычные собаки. Вот, собаки-путешественники, они очень выносливые, то есть мы с ними ходили очень много в походы, они нас никогда нигде не подводили. Вот, они очень самостоятельные, могут сами принимать решения, очень смелые, веселые. Ну, и как все интерьеры, очень такие, ну, с чувством юмора, я бы сказала, собаки. То есть они не будут слушаться с первой командой никогда, они подумают, а надо, а нет, прикинут и сделают по-своему. Собаки, вот конкретно эти собаки, они брались для того, чтобы они все время были рядом, чтобы они сопровождали, чтобы было с кем общаться. Собаки же очень заражают своими эмоциями, и эти собаки, эта порода, они в основном в энтузиазме. Энтузиазмы, веселые, игривые, вот, и это такой кусочек вот радости, счастья, конечно, не член нашей семьи. Совершенно полноценные, полноправные, со своими характерами, желаниями. Ну, когда вот вы мечтали завести собаку, вы уже представляете, что это будет несколько? Вы знаете, изначально, когда у нас создавалась семья, мы договорились, что мы не будем заводить собаку, потому что нам некогда. У нас было очень много аргументов, почему не нужно этого делать, мы все обговорили. У нас в том времени был уже кот, были там птички, рыбки, вот это все, вот, все это было, но собаки не было. И через две недели к нам в клинику привели щенка, золотистого ретривера, и сказали, что вот мы не знаем, что делать, девайте куда хотите, у наших детей началась аллергия. Ну, действительно, стало жалко и собаку, и людей. Я взяла эту собаку и сказала, давайте я подержу себя временно, потом мы, ну, как-то это все решим. Через две недели мы не смогли с ней расстаться. И она живет у нас до сих пор, она очень старенькая, ей уже почти 16 лет. Представляете, взяли время на собаку. Это золотистый ретривер. Собака удивительно мягкая, покладистая, понимает все не просто с первого взгляда, с первой мысли. То есть идешь по лесу, глазами показываешь направление, куда мы идем, и она идет именно туда. А за ней бежит вся остальная толпа. А когда до нам приходите, как от вас приходите? Ну, они все радуются, конечно же. Так ни один человек не радуется тебе, ни один родственник так не приходит и не выражает столько радости и счастья. Что бы вы посоветовали тем, кто хочет, но по каким-то причинам боится завести собаку дома? Боится завести собаку. Я бы посоветовала поговорить с друзьями, у которых есть собака, сходить к ним в гости, пообщаться с этой собакой, пообщаться с людьми и решить для себя, ну вот нужна ли такая, будет ли эта собака в радость, самое главное. Потому что если это будет абуза, если это будет обязанность, то лучше не заводить. А если это все будет в радость, и общение, и гуляние, то есть любым собакам нужно гуляние, то, конечно, завести стоит. Здравствуйте, уважаемые телезрители, любители животных. Я вновь отвечаю на ваши вопросы, которые у вас возникли. Скажите, пожалуйста, как правильно кормить кошку и ухаживать за ней после родов? Значит, особых рационов и особого подхода к кормлению кошки после родов мы, как ветеринарные врачи, не отмечаем. Естественно, должно быть полноценно сбалансированное кормление, и кормление должно быть в зависимости от количества котят, которые имеются у данного вида животных. Если докармливать нормально, то не требуется дополнительных каких-либо вмешательств. Другое дело, что самих котят со временем нужно докармливать для того, чтобы кошка обеспечила их необходимым количеством молока сама, а то, что не хватает котятам, получали при прикорме. Единственное, что период выкармливания нужно давать или вводить в рацион продукты, которые действуют молокогонно. Если во время беременности животное кормили готовыми кормами, то нужно обратить внимание, чтобы тот корм, который вы даете на данный момент, был сбалансирован по витаминам, жирам, белкам и углеводам. При этом нужно, чтобы в организм поступало достаточное количество клетчатки. Нужно давать тот корм, который животное хорошо переносит, которое животное до этого уже употребляло. При смене готовых кормов, то есть сухих и влажных, нужно обратить внимание на то, что резкая смена иногда приводит к срыву в организме, поэтому нужно тщательно подбирать тот корм, который вы планируете в дальнейшем давать животному. Если состояние животного вас беспокоит, особенно в первую неделю после родов, то нужно обратиться в ветеринарному врачу или в ближайшую ветеринарную клинику. Мой сын принес домой маленького котенка, он еще даже глазки не открыл. Подскажите, как за ним ухаживать и как определить его возраст? Новорожденные котята, новорожденные щенки открывают глаза с 10 до 14 дневного возраста. Если у котенка глаза не открыты, это говорит о том, что его возраст менее 10 дней. Нужно обратить особое внимание на правила личной гигиены до выполнения всех необходимых процедур с котенком. То есть это обработка от глистов, это обработка от блох, это возможно проявление каких-либо инфекционных заболеваний, в том числе и стригущий лишай. После каждого кормления нужно массажировать животик по часовой стрелке, потому что в природе самка, кошка, значит, она обязательно массажирует или подлизывает животное, при этом массажирует животик, то бишь активизирует деятельность кишечника. Если у вас нет опыта по выкармливанию, по выращиванию котят, лучше всего обратиться к ветеринарным специалистам. На этом мы с вами прощаемся. Всего хорошего, до свидания и до следующей встречи.